Посев семян пихты кавказской, пихты Нормана. Здравствуйте, уважаемые друзья, сегодня мы будем сеять пихту кавказскую и посмотрим как это делать. Ну, сначала надо приготовить грядку, то есть сначала готовим грядку, вот она у нас готова уже, как можно увидеть, перекопана. Для начала, вот у нас простая земля, то есть сверху насыпается песок, вот сколько тут, сантиметра три, сверху насыпается песок, это все перекапывается, это все перекапывается, сейчас покажу как мы это делаем, это все перекапывается, убираются лишние корни, еще раз повторяю, здесь будет посеяно пихта кавказская Нормана, схожесть у меня, я уже борюсь с этой схожестью, третий год, честно не ахти. Ну, теперь, ну и так далее и тому подобное, эта вся грядка у нас будет перекопана, потом берем грабельки, и жабельками, это все. Сетку зацепил, главное сетку зацепил. Вот, корешки сразу утаскиваем, ну делаем ее более такой ровненькой. А песка сколько нужно насыпать? Песка два-три сантиметра, ну я до пяти сыплю. Ну, песок мы насыпали еще осенью. Просто осенью не успели перекопать. Этого ничего страшного нету. Вот так разравниваем все, прекрасно разравниваем, чтобы здесь комков не было. И убираем заодно все корни и тому подобное. Все. А сегодня все. И так всю грязку. А вот наши семена. Семена птички кавказской. Как я уже говорил, мы уже боремся третий год за схожесть семян. Опять опоздали на этот год. Сегодня 1 мая. Вообще ее желательно сеять пораньше. То есть, чтобы ее еще даже желательно накрыл снег. Или был небольшой мороз. Поэтому, ну, у нас вот так вот. Пока отправили посылки пока, то мы еще рассаживаемся. Сейчас главное посеяться. Вот у нас семена. Как видите, она сухая. Там, ну, плажность какая-то должна сохраниться. Но то, что она не прилипает там, ничего. Она между собой буквально простояла она полгода. В темном, прохладном месте. Вот у нас семена. Сейчас будем сеять. Ну что, приступим. Вот мы приготовили грядку. Мы сеем просто. Я сразу говорю. Кто как сеет, меня мало интересует. Я сею по своему опыту. И знаю, что я всегда так сею. То есть, кто-то, если хочет по-другому, вредки, вредками. Там, я не знаю. Я сею так. На приготовленную грядку я уже объяснял. Тут просто черноземный песок. Хвойного опада внутри нет. Можно добавить, конечно, еще и. Ну, вот такой грунт для хвойных. Верховой торф кислый. Ну, это больше для семян такого плана. Как ель. А это любит просто положить всю землю. Рассыпаем равномерно. Просто рассыпаем. В банке где-то около килограмма. Сколько их штук я не считал, не скажу вам. Поплотнее возьмем. Будет схожить хорошее, значит хорошо. Если они все зайдут, то это, значит, будет еще лучше. Просто я всегда так сею. Для меня чем плотнее, тем лучше. Ну, это еще не все, что пойдет в посев. Я думаю, поплотнее. Потому что один килограмм, одна банка на 3 метра грядки. Это очень мало. А нам еще в эту грядку надо посеять сосну крымскую. Пихту. Ой, извиняюсь. Пихту. Тую восточную книжку. И. Тую западную брабанду. Пихту. Вот сейчас у нас видео про сосну. Ой, извиняюсь. Сейчас у нас видео про пихту Нормана. seraitp нап ότι мы собираем обхазку. Естественно, все должно быть уже притенено. селей вот там вот как там вот таких не должно быть потому что сейчас мы закроем естественно любят залетать туда воробьи и поклевать им это будет только в радость вот так банка одна есть их у нас 5 планируем где-то пока не знаю точно сейчас посмотрим на сколько хватит то есть рассыпаем вообще раньше очень плотно сел там буквально 3 банки я мог на 3 метра застыть я полностью чтобы она все закрыла землю понимаете сейчас у меня такого желания нету не спрашивайте меня какая кислотность почвы я не замерял сразу говорю я всегда сею в обычный грунт перемешка с песком с хвойным опадом но до этого я уже сею ее четвертый год я всегда использовал хвойный опад но сейчас это что-то мне нет желания такого я что-то сомневаюсь я перебарчивал с хвойным опадом поэтому я решил попроску и землю посеять песочком песочке где-то по 3 вы видели как я капал грядку так вот у нас выходит 6 метров и ну и и и Мой ноопат у нас пойдет свежий Покажу я 30 метров Если она взойдет в пятую, то это будет прекрасный Хотя бы 70% взойдет, дай бог чтобы 30% взросло А не потому что она такая вкусная Вот там я дальше буду соснуть Пей Крым сует, а конечно же Ту мы растянем на метров на 9 Крым сует больше, но Чем меньше Чем меньше Вот, остановились все Ну вот, в принципе мы подклеили вот эту пятку Сейчас Нам понадобится вот такая штука 90 сантиметров Уменьшить Уменьшую 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 Паран Уменьшую Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот у нас получилась доска для того, чтобы придавливать семена Сейчас пойдем попробуем ее грядки Доска Доска Придавливаем Доска 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 С ними ничего страшного не будет не видно как они земли уже впиваются там потом еще будет придавливаться естественно после полива после опада и 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 Вот опять Вот такая она получается после придавливания Многие думают, что по всей семян Войных это какое-то особо важное, что-то там не так, как у других растений Поверьте, все так же Единственное, их надо еще и сохранить после сходов, что самое важное Посев семян это дело, я бы сказал, это 30% всего дела, чтобы они зашли и чтобы захоронить их, чтобы выросли Конечно мы так это все не оставим, сейчас засыпем Хвойным опадом, прольем вернее сначала, потом засыпем хвойным опадом Все это сейчас снимем Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь будет стоять доска Сейчас поставим А так вот видите, они придавлены, они уже более Там плохо в земле Сейчас наша задача пролить их Пролить их Потом уже засыпать хвойным опадом, а потом опять придавить То есть процесс я вам беру довольно таки нелегкий Ну теперь уважаемые, после того как мы продавили, начинаем проливать Проливаем очень хорошо Проливаем очень хорошо Проливаем тепленькой водой, ну водой комнатной температуры Если вы начнете проливать более крупные капли, то можете выбить семена С их мест То есть Они собьются в кучу где-то будет А где-то будет ничего Поэтому Ну если можно видеть, вот она Хорошо прям поливается Потом это еще опять придавливаться будет все равно После того как сейчас мы Будем посыпать хвойным опадом Потом просыпаем хвойным опадом и Так же опять придавливаем У нас высло 9 метров Квадратный По скорой кучке По скорой 5 килограмм Скорость конечно я Не знаю какая будет Посмотрим Если я уверен Там сам снег крымской Или восточной То Скорость как и ель Ель Пифта Ну ель уже привыкли как бы выращивать Уже научились да Ну а с пифтой капкапкой Даже пифтой капкапкой Намного Она намного легче Страшного нету Главное Чтобы они застыли Проливать надо очищать Проливать расшилитель Обязательно мелкие капли Чтобы не вылететь Даже такие Например Туя Западная Там вообще мелкие семена И поэтому Там вот Строго распылителем надо Чтобы они были Строго распылителем Ну а после всех процедур Истинно поливать Каждый день до кожисти Как кожисть пойдет Там уже надо умеется Ну действительно Ну До окончания По силу еще Дело Так все Так Есть вариант Скинуть насос конечно И полить это все Такое Такое Таким же распылением Но Лучше Вручную попробовать А потом А потом Опад Можно уже Поливать Вот и все Кончилась Нашолода Единственная проблема Дальше Вода кончается Ну а при этом 8 литров То есть На 3 квадратных метра 8 литров Я считаю это нормально Семена Главное намочить Главное чтобы они были влажные Ну а там видно что они сухие еще А здесь уже один сухий Они влажные За ночь они все равно Сейчас еще опад Потом опять придавим Потом опять польем То есть еще Процесс займется 8 литров на 3 квадратных метра Но это Я считаю достаточно Мы сеем когда можем Утром Вечером Это не имеет значения То есть Появилось время Берем и сеем Готовы у нас грядки Берем и сеем Главное чтобы в это время не застал Главное чтобы в это время не застал Дождь 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 Гроза По прогнозу Мы посмотрели Вроде бы все нормально Но мы сегодня Укрытие уже Я надеюсь сделаем Так Скотеем Укрытие уже Вычисло Вот опять Конкурсы Сейчас еще воды наберу Сейчас мы за севимопадом Тем более будет Потом придавливаться она После того как мы пролили Еще Придавим Ну уже придавливать я не знаю Посмотрим там Может на морюшку И если нужно Аминь Аминь Прод carga к Карп Продuiten Профиль Нажира Привезли из леса хвойный опад, здесь шишка, хвоя, кора, все перегнившие, сейчас будем его просеивать для семян Набирался он из под сосен, только до земли, землю не берем из под сосен, берем именно вот то, что вот видите, вот иголка перегнившая То, что провалилось, простой я всегда небольшой такой решеточкой, остальное крупное, все убираем, а вот у нас пойдет на Засыпку семян, он такой более мелкий, более легкий, семенам пробиться будет полегче А это все на более крупные экземпляры, как говорится Подними, чтобы влага не уходила И очень хорошее удобрение Вот шишка, видите, попалась, ну довольно, вот она, она до того прогнила, что она, видите Это хорошо на двухлетку, на трехлетку, на нее, чтобы Вот эта шишка не прогнила, но тоже можно бросить там между рядками, то и будет довольно неплохо В каком-то мешке шишек очень много, в каком-то меньше Итак, уважаемые друзья, сейчас мы вот пересеяли хвойный опад Сейчас будем засыпать семена То есть вот какая у нас получилась, смотрите, прекрасная вещь Теперь засыпаем слоем сантиметров два, наверное Ну, чтобы семена точно видно не было Сильно много не надо тоже Ну, естественно, там после полива, где-то что-то можно будет потом подсыпать Где будут семена, видно Сейчас мы опять После просыпки Придаем это все Главное, иметь длинные руки Очень питательная вещь И при этом не надо никакого удобрения Когда вы будете поливать Все вещества ценные С хвойного опада будут уходить в землю Естественно, вы просыпаете так, чтобы семян не было видно Но потом, после полива Еще раз можно будет просыпать Еще раз можно будет просыпать Вот и музыка у соседей заиграла Первое мая Все-таки люди отдыхают День труда Мы тоже отдыхаем, видите Получаем просто кайф От того, что Вешаем сетку, к примеру Сеем семена То есть Уважаемый YouTube Прошу не блокировать мое видео Потому что это не я музыку включил Это соседи Я бы такую музыку не хотел Пить водку есть, как вы Да Вот у нас почти бачок ушел Мышь У нас просто просыпать А Транспорт Транспорт Мышь И Транспорт Устан 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 вот семян не видно, кстати с опадом попадаются и семена сосны, потом смотришь там-там зашла, когда вы будете поливать она все видно будет, сейчас то что мы промосили, надо прикрыть ее чтобы влажность уходила, это может быть в итоге, это может быть в нефть, Ну вот как то так, вот мы засыпали, вот не засыпано. Сейчас все опады принесем, а вообще дыру и даблю. Вот семян у нас не видно. Они влажные. Мы обязательно будем проливать. Сейчас придаем, обязательно будем проливать. Когда она прольется, она довольно хорошо. Пойдет сквозь этот опад. Надо пролоскать начнем. Но опять же говорю, это семена пихты, у которых схожесть хорошая, если их вовремя посеять. Мы маленько не успеваем. Надо было их еще месяц назад посеять. А у нас с погодой проблемы были и мы, извините, отправляли посылки. Ничего страшного, потом все это водичкой. Сейчас мы пойдем с зоопадом, наверное, да. Сначала так, чтобы семена не высохли. Их, скорее всего, просыпем, потом будем все придавливать. Ну вот грядка придавлена, где просыпают семена, там можно допаять хвой на опаду. Сейчас в основном начнем полив, там будет видно. Опять же полив такой. Вот такой вот полив идет. Семен, но насколько я, не вижу. Поливаем очень хорошо. Завтра поливаем очень хорошо. То есть полив идет постоянно. Желательно, чтобы вы еще успели сделать укрытие от дождя. Я не знаю, сегодня мы успеем, не успеем, но завтра дождь не обещает. Поэтому об этом будет отдельное видео. Конечно, главное, чтобы взросли, но не менее важно, чтобы вы их сохранили. Семен, по крайней мере, я не вижу. Вот здесь может быть, вот видите, вот там видно. Поэтому где видно, там берем и присыпаем опадик. И опять уже можно выдавливание. И опять уже можно выдавливание. Семен, по крайней мере. Семен, по крайней мере. Семен. Семен, по крайней мере. Ну, если мы даже вот пролили, посмотреть землю, то она сырая там. На два-три сантиметра она сырая. Семена, соответственно, тоже уже сыры. Сусть они постоят разблухнут, а потом уже поливаем, поливаем и поливаем. Вот в таком темпе. Крупная капля не пойдет. Можете выбить семена, апатлий. И тогда у вас получится, вернее ничего не получится. Посмотрим. А еще от качества семян, конечно, зависит. Семена, сразу говорю, мы не продаем. Вопросы по продаже семян. Сразу остаются без ответа. Я извиняюсь, конечно, но я уже много раз на это отвечал. Никакие семена мы не продаем. Даже отдельное видео есть по этому вопросу по продаже семян. Вот так поливается, будет поливаться на протяжении того, времени, пока они начнут ходить. Ходить начнут, соответственно, там уже более умеренный полив. Вот у нас и кончилась вода. Сейчас. Ну так, уважаемые друзья, вот уже подходим к кончику. Сейчас заливаем все хорошенько. Как вам нужно будет поливать в течение того времени, пока семена не начнут ходить. Там полив опять умеренно. опять смотрите по тому, как проветривается. У нас, например, тут очень хорошо. Ветер, он и высушивает хорошо. И у нас получается так, что они не успевают погнивать. У нас тверной ножки нету. Единственное, сейчас, конечно, тут, скорее всего, дождей у червей уже немного будет. Ну и главный враг наш, конечно же, это медведка. Что-то чувствую, что-нибудь про нее, что-то нежелательно. Она подрывается, как семена, и семена проваливаются, и не дает им расти. Но в том году, вроде, обошлось без нее. По крайней мере, на этом этапе. Ну и так, уважаемые друзья, почти пикты кавказской закончен. Теперь, мы скоро выпустим видео по посеву Сосны Крымской. Туи Западной Колумны. Нет, Брабанта из меня. Туи Западная Брабанта. И туи Восточных Ниц. В принципе, в принципе, посева один и тот же. Единственное, там различия немного есть. Что у ели, что у пикты, что у сосны. И потом видео еще снимем о том, как нужно прикрыть их от града, от дождя крупного. То есть, чтобы их не выбило. Поэтому, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Перед вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Всего доброго. Удачи. 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 Продолжение следует...